приветствую вас в своем канале сегодня мы будем с вами вышивать цветы они в принципе не очень сложные единственное отличие будет у нас у них будут у всех четыре разные серединки мы сейчас с вами сделаем 4 цветок и для них для всех мы сделаем 4 разные серединки таким образом у нас получится 4 разных цветка для того чтобы сделать такой цветок вам подойдет ленты любой ширины в данном случае мы будем использовать ленту два с половиной сантиметра шириной но повторюсь что можно использовать любую широкую узкую главное соблюдать вот следующий принцип край ленты мы обработаем зажигалкой чтобы он у нас не осыпался смотрите лента два с половиной сантиметра длина скажем так шага ленты в два раза в два раза больше чем ширина то есть если лента у нас два с половиной то ширина опять соответственно если у вас 5 сантиметровая лента то берите шаг ленты 10 сантиметров то есть чем крупнее лента тем крупнее шаг будет и смотрите значит мы будем брать 5 сантиметровый шаг у нас 5 сантиметров загибаем с вами ленту и закрепляем иголочкой так нам надо будет сделать чтобы у нас получилось с вами 8 лепестков но мы с вами сейчас сделаем 4 там еще 3 так вот удобнее собирать то есть поняли до 5 сантиметров на это самым изгибаем к этому к этой отметке дальше берем нитку с иголкой в этом месте мы с вами прошиваем несколько раз чтобы закрепить нашу ленту закрепляем и идем шагом вперед иголку идем с вами вниз после этого мы с вами разворачиваемся в эту сторону то есть мы что-то похожее с вами делали здесь нас будет немножко другой принцип здесь мы сразу соберем с вами целиком мы собирали с вами короткие такие по четыре по три а здесь мы с вами соберем длинный отрезок ленты и мы с вами собираем так нет так и продолжаем здесь снизу собирать так и дальше здесь то есть таким образом мы с вами соберем нам надо чтобы получилось 8 лепестков и я продолжу уже дальше заведет усть дальше мы собираем дальше 5 сантиметров опять будем с вами загибать вот смотрите добрались мы с вами до 8 лепестка получается 1 2 3 4 5 6 7 и вот восьмой мы все с вами будем делать то есть 8 мы с вами просто отмеряем те же 5 сантиметров от угла отрезаем края ленты мы обрабатываем зажигалкой и просто собираем наш наш цветок лепесток до конца то есть собираем теперь мы с вами собираем сюда и собираем то есть принципе как начинали теперь нам надо с вами аккуратненько собрать его аккуратненько с вами стягиваем ну прям не совсем совсем прям плотно-плотно но так достаточно плотно видите то есть у меня собрался в такую вот гармошечку мы с вами здесь закрепим чтобы он у нас с вами не разбегался не разъезжался скажем так первый круг у нас с вами будет состоять из трех лепестков скачала колочка так смотрите начнем там где у нас закончилась вами нитка раз два три три лепестка мы с вами соединяем в круг здесь нам надо своим вот их сшить вместе это будет у нас как бы основа нашего цветка круг центр мы его закрепляем оставляем иголочку наверху и пришиваем в этом месте к работе и нам надо будет в нескольких местах закрепить этот первый наш ряд лепестков расправьте его чтобы он у вас был красивый и пришейте то есть это был у нас нескольких местах здесь здесь и вот с этой стороны вот так теперь мы с вами берем иголочку назад оставшиеся лепестки мы с вами поправляем чтобы они нас были не выкручены наизнанку посмотрите чтобы они у вас все были в одну сторону смотрели вот так и мы нижним рядом выкладываем то есть располагаете так как вы хотите чтобы у нас располагался и заодно придавая форму нашему цветку и нам тоже необходимо с вами этот ряд нижний закрепить этой же иголочкой только снизу мы его закрепляем также со всех сторон мы с вами закрепим с этой стороны на чтобы со всех сторон у вас был закреплял чтобы он у вас не болтался закрепляйте как можно лучше я так стараюсь быстрее вы как бы можете сделать это почаще и сзади нитку мы с вами закрепляем она нам больше с вами не понадобится теперь мы будем делать с вами разные серединки для нашего цветка первую серединку давайте сделаем с вами как обычно мы делаем чаще всего наверно с вами делаем это возьмем с вами узкую ленту 0 3 сантиметра возьмем с вами иголку для вышивки лентами и сделаем серединку желтенькую ему таким образом мы с вами закрепим нашу ленту и любой цветок берем и можно обычным французским узелком сделать ему серединку то здесь я обычно первый узелок всегда закрепляю чтобы он не убегал у нас а дальше мы с вами сделаем по кругу несколько ему лепестков стараясь не попасть на ленту предыдущего ряда это у нас будет с вами 1 серединка из французских узелков желтой ленты ведь я немножко нахожу захожу на лепестки наши то есть не только в центре но немножко как бы на наши лепестки вот так и так мы сделаем с вами по кругу обычными французским узелками желтой ленты это будет нас с вами первый вариант нашего цветка вот мы вышли сами серединку французским узелком сзади ленту мы с вами отрезаем обрабатываем с вами зажигалкой сразу теперь другой вариант давайте сделаем с вами разошьем бусинами это нас с вами будет еще один бусины могут быть любого цвета not попались не белого значит будут они белые точно так же как и в первом варианте немножко буду заходить на ленты буквально чуть-чуть и также по кругу мы разошьем но только бусинами то есть эта серединка у нас будет с вами с бусины и так заполним по кругу закончили мы с вами вышивать серединку бусинами нитку мы закрепляем хорошо закрепляем чтобы наши бусинки потом с вами не отвалились и иголку мы с вами тоже отрезаем следующий способ мы с вами сделаем давайте при помощи тычинок тычинки продаются в магазинах для творчества можно купить на алиэкспресс правда придется подождать но там на гораздо дешевле вот не знаю как вас городе но у нас до гораздо дешевле купить на алиэкспресс чем ждать когда они здесь покупать так берем иголку для вышивки лентами вставляем тычинки наши их нам надо с вами будут продеть туда можно при помощи клея приклеить горячего пистолета собрать пучок и приклеить тычинки то есть как вариант вот мы с вами сейчас их несколько ставим две три пары проденем потом еще две три пары ставим опять проденем и так мы с вами сделаем пока не заполним нашу серединку и еще то есть не могу сказать какое количество вам понадобится тычинок все зависимости от того какая у вас получилась серединка у меня три пары и сейчас я их и пока уберу ставлю в нашу серединку конечно их трех мало будет еще это надо будет сделать поэтому я продолжу без вас так вот мы аккуратненько их вытащили и еще сейчас с вами сделаем то есть я думаю что у нас серединка есть небольшая мне понадобится еще наверное ну может быть два раза по три ставить и я к вам еще вернусь вот я вставила тычинки все наш цветок теперь мне их надо вытащить на одинаковую высоту примерно сильно не дергайте чтобы их не утащить совсем потихонечку мы с вами выравниваем и снутри нам надо с вами будет их пришить то есть нам понадобится иголка с ниткой мы с вами пришиваем вы можете их приклеить клеем тем же горячим пистолетом но конечно лучше же это сделать иголка с ниткой хорошо хорошо их все пришить все наши кончики мы с вами хорошо пришиваем пришиваем так третий способ переходим в 3 3 мы с вами сделали это у нас с вами с тычинками нитку мы с вами закрепляем и переходим с вами к четвертому способу для 4 способа нам с вами понадобится опять иголка с ниткой красного цвета нам понадобится лента два с половиной сантиметра мы с вами сделаем как мы с вами делаем во всех наших розах мы сделаем с вами серединку для розы то есть мы с вами закручиваем прошиваем здесь нам он сам будет делать небольшую буквально серединку закручиваем ленту рекомендую делать вам не очень крупную серединку на такую достаточно не совсем прям маленькую как у бутона такой еще наверно будет достаточно нитку вы не отрезайте нам надо будет с вами отрезать вот этот кусок ленты отрезать здесь здесь мы с вами обработаем зажигалкой из огнем во внутрь кусочек и здесь также обработаем теперь нам надо с вами просто пришить данную ленту данный бутон получившийся из ленты мы просто с вами его вшиваем в центр то есть нас получается с вами такая прям роза роза раскрывшись то есть видите одним способом но четырьмя разными серединками мы с вами получили четыре совершенно разных цветка то есть их можно использовать и будут все думать что вы сделали новый цветок на самом деле на тот же цветок просто с другой серединкой тоже прям хорошо пришиваем и закрепляем получили вот такие с вами 4 замечательных цветка совершенно разных вот они у нас получились с разными серединками и если вы впервые на моем канале подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы подписывайтесь на меня в фейсбуке вконтакте ищите меня в инстаграм я там тоже есть правда там только я и вышивки практически нет и если впервые на моем канале подписывайтесь буду рада вас видеть их следующих своих видео всем удачи всем пока